Как во время войны называли партизан, которые в тылу врага мстили фашистским захватчикам? Еще раз, как называли партизан? Партизаны, которые мстили фашистам, были мстительным отрядом, неуловимыми мстителями. Мстители неуловимые. Как неуловимые мстители? Да, партизаны, они и были партизаны. Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели. В эфире передача «Кто умнее?», где мы проверяем, умный ли наш участник и глупые или тупые, а может быть, все знающие именно вы. Потому что вы будете соревноваться с Дмитрием, правильно? Дмитрием. Это Дмитрий Сдавнов. Кто не знает его, он очень известный и популярный стоматолог. А что мы делать будем? Я буду задавать тебе очень серьезные вопросы на тему «Вторая мировая война». Моя любимая тема. Те люди, которые ответят хотя бы на три вопроса или меньше, или ты, например, ответил только на три вопроса, это просто позор. Вы человек позор. Это клеймо на всю жизнь. Если от трех до пяти правильных ответов, то это так себе, конечно, но с пивасом покатит. Если от пяти до восьми, а что нормально? А от восьми до девяти красава. Узнаем, кто вы, красава или человек позор. В чем основная цель плана «Барбароссы»? Основная цель плана «Барбаросса» в быстром наступлении. Молниеносное наступление для завоевания. Я не могу сказать «да, это правильно» или «нет, это чушь». Потому что не могу. Это другая передача. В конце видео будет правильный ответ, а вы пишите свой правильный ответ. Следующий вопрос. Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время Великой Отечественной войны. Ну, конечно же, это Курская битва, Курская дуга. Откуда такие познания? Я учился в гуманитарном классе. Но это неправильно. Да, конечно. Вы пишите свой ответ. А я не могу сказать ответ, потому что я пока его не знаю. Это правильный ответ. Скорее всего, это неправильный ответ. Почему? Может быть, Википедия ошибается. Я не знаю. Я не могу ошибаться. Википедия ошибается? Википедия может ошибаться? Википедия. Итак, третий вопрос. Кто из полководцев подписал акт о капитуляции Германии? А вы думали, здесь будут легкие вопросы? Нет. Очень легкие вопросы. Это не Геббельс или Паулюс? Кто-то из них. Это Геббельс. Ты вопрос слышал? Да. Как из генералов подписал. Из полководцев подписал акт о капитуляции Германии с нашей стороны. А, с нашей стороны. Жуков. Это все? Еще варианты? Вы не оставляете никому выбора. Чтобы подумать о вас, что-то такое не очень благоприятное. А вы все-таки стоматолог. Еще и в гуманитарном классе. Пишите свой ответ. Какое событие в Великой Отечественной сыграло большую роль в битве с немцами, в результате которой наступил перелом в пользу советской армии? Сталинград. Битва под Сталинградом. Он так уверенно отвечает, будто бы это правильный ответ. Вы пишите свой вариант. Пятый вопрос. В каком... Серьезно? Ты подглядывал все это время? Нет? Я же все увижу. Я же все увижу. В каком городе прошел международный суд... Серьезно? Ты шучу, конечно. В каком... В каком городе прошел международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии? О-о-о... Вот и все. Вот и поплыли. Звонок там другу, что-нибудь такое. Можно? Нет, нельзя. Три кнопочки нажать? Нельзя. Ну, пожалуйста. Такой грех не знать. А вам-то? А вам-то не стыдно? Вам 30... Сколько? 5 лет. И не знать, в каком... Где городе было? Ну, я скажу... Я, честно, не помню, не знаю. Просто скажу город Берлин. Берлин? Берлин? Ну, говори Берлин или нет. Я не помню, я, честно. Любой город. Берлин. Берлин. Вы пишите свой вариант. Конечно же, но... Не помню. Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времен Великой Отечественной войны? Катюша. Вы пишите свой вариант. Назовите фамилию конструктора, под чьим руководством был спроектирован лучший танк Второй мировой войны. Кошечкин. А что это за танк? Т-34. Т-34? Конечно. Как еще раз фамилию? Кошечкин. Такой фамилии нету. Есть варианты ответов. Кошкин, Ильюшин, Калашников, Токарев. Кошкин. Ответ принимается. Вы пишите свой вариант. Калашников. Пишите Калашников. Снова замерло все до рассвета. Как во время войны называли партизан, которые в тылу врага мстили фашистским захватчикам? Еще раз. Как называли партизан? Партизаны, которые мстили фашистам. Были мстительным отрядом. Мстительный отряд. Неуловимыми мстителями. Мстители неуловимые. Как неуловимые мстители? Да. Партизаны не были партизаны. Варианты. Неуловимые мстители. Молодая гвардия. Невидимый фронт. Народные мстители. Молодая гвардия. Так, наверное. Принимаем? Принимаем, да. Вы пишите свой вариант. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Последний вопрос. Очень сложный. Очень сложный. Очень сложный. Этого полководства называли советским багратионом. Москва, Сталинград, Курск, Белоруссия во всех крупнейших победах войны есть его весомый вклад. Полководец, да? Сильный, волевой и одновременно спокойный он создал вокруг себя атмосферу порядочности и взаимоуважения. Именно ему выпала честь командовать парадом победы в Москве. Жуков. Это Жуков. Варианты. Рокоссовский, Конев, Жуков, Ворошилов. Жуков, конечно же. Мы принимаем этот ответ? Да, но тот надо пересмотреть. Вы пишите свои варианты ответов и сейчас же узнаем, кто тупее, кто умнее, Дмитрий или вы. Не надо подглядывать, просто отправьте свои ответы и проверим, кто вы по жизни. Итак, поехали. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Первый вопрос был насчет чего? План Барбаросса, ты сказал быстро все это. Да, захватите. Это правильно. Одинокая бродит гармон. Назовите самое крупное танковое сражение, ты сказал. Русская битва. И это правильно. Только слышно на улице, где-то... Кто из полководцев подписал акт о капитуляции Германии? Вот. Ты сказал. Из Руси еще. Из полководцев или из генерала? Да, полководцев. Тут написано полководцев. Полководцев. Я думаю, что знаю, как там они все это думали. Жуков, наверное, подписывал. Жуков, я скажу. Жуков. И это Жуков. Одинокая бродит гармон. Так, четвертое. Какое событие сыграло большую роль в битве с немцами, в результате которой наступил перелом? Сталинград. Правильный ответ. Четыре правильных ответа. Четыре правильных ответа. Уже. Ты уже не человек позор. Я согласен. Не человек стыд. Уже. А вы? А вы? Кто вы? Сейчас мы узнаем. В каком городе прошел международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии? Ты сказал Берлин. А это кино, которое сейчас будут показывать. Нюрнберг. А, Нюрнберг. Мимо касса. Какое название получила советское реактивное орудие, ты сказал? Катюша. Все верно. Назовите фамилию конструктора. Кошечкин я сказал. Танка Т-34. Ты сказал Кошечкин. Кошечкин. Это правильный ответ. Красава. Кто обратно вернется опять. Во время войны называли этих партизан, ты сказал? Молодая гвардия. А это народные мстители. Народные мстители. Словно ищет в потемках... Этого полководства называли советским Багратионом. Ты сказал? Жуков. А это Рокоссовский. И не может никак отыскать. Из девяти вопросов ты ответил? Шесть. 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 Итак, на шесть вопросов ответил правильно Дмитрий. А это значит, что он берет награждение такое. Ну, так себе, конечно. С пивасом покатят. Из девяти на шесть. Спасибо. Спасибо вам. Это ваше звание в этой передаче. Какое у вас звание, не знаю. Напишите в комментах. В комментах. Напишите в комментах, а кто вы. Для того, чтобы заказать меня в качестве видеографа или ведущего какой-нибудь движухи, то это ко мне. В описании есть сайт. А если нужны эти всякие зубешники и виниры, и вы хотите посмотреть, какой же контент ему лупит вот этот бог блогерства, представляете, я луплю контент, где он типа блогер, а я снимаю, монтирую. Охота посмотреть, как талантлив этот красивый, волосатый, вот с этой кишкой, харизматичный человек. И как пузат этот врач, стоматолог. Его какой-то сайт будет в описании. Договорились. До свидания. Спасибо. Обязательно, если вы лайки не поставьте, все нахрен. Можно отписываться от канал, потому что это не гоже. Всегда, если зашло, нужно ставить лайки. А что, правда у меня пузо? Конечно, ты очень пузатый. Это просто ужас. Я сегодня смотрел на тебя в объектив камеры, вот это вот торчало, вот это Валентин. Ужас, ужас. Просто я думаю, капец. Ты приехал, прям реально. Реально-нереально. Спасибо, лайки, комментарии. До свидания. Макунга. Макунга. Макунга.